Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, для многих долгожданный очередной скринкаст по DaVinci. Продолжаем планомерно изучать этот бесплатный видеоредактор, ссылка на плейлист со всеми скринкастами в описании. Сегодня я опять расскажу про настройки. Кому-то это может показаться не очень нужным, но поверьте, это важно. Тем более, что вопросов в комментариях по настройкам мне задают гораздо больше, чем по монтажу. А с настройками тут разобраться не так-то просто. Единственный недостаток DaVinci, который я знаю, это то, что тут очень много всяких настроек, меню и закладок. Настройки, например, есть здесь и есть здесь. DaVinci Resolve Preferences. Более того, здесь есть настройки юзера и настройки системы. И каждая строка каждой закладки это просто какая-то гора информации. Но все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Расскажу, куда я захожу обязательно после установки DaVinci. Больше, кстати, сюда можно особо и не заглядывать. Ну, во-первых и главное – Project Save. Настройки автосейва. По умолчанию эта галочка Project Backups, то есть автосейв не стоит. И если программа вдруг слетит и вы потеряете 4 часа монтажа, потому что забыли сохраниться, вы будете проклинать DaVinci за то, что она не стоит по умолчанию. Поэтому ставим галочку и выставляем время. Я обычно ставлю 10 минут, не меньше. Тут еще есть Leaf Save, типа он бэкапит каждое движение, но я почему-то этого боюсь. Мне кажется 10-минутного интервала за глаза, чтобы ничего не потерять. Далее папка, куда он все это сохранит. Я обычно все, что есть в DaVinci складываю в одно место – все бэкапы, медиакэш и так далее. Причем не на системный диск, чтобы при переустановке системы она бывает всегда неожиданно ничего не потерять. Ну и чистить все хвосты удобнее в одном месте. Просто проходишь по папкам и все удаляешь, потому что DaVinci сильно закидывает диск всяким хламом. Далее в User. Ну в Editing настроек тоже много, но я всегда подправляю переходы – Transition. Это Crossfade и всевозможные переходы кадров. Можно задавать в секундах и фреймах. То есть, когда вы кидаете Audio Transition на аудио переход. По-моему, я рассказывал об этом вещи очень нужные, особенно на интервью. А, ему не хватает кадров, чтобы сделать переход. Так вот, длина этого перехода сейчас 3 кадра, как я выставил. А по умолчанию, по-моему, стоит секунда. Это много. Особенно это важно, когда вы кидаете сразу несколько переходов. То есть можно вот так выделить несколько дорожек и нажать Shift-T. Он кинет переходы сразу на все дорожки и потом вам придется их вручную укорачивать. Каждый. Если не установить длину по умолчанию в настройках. Дальше… Дальше… Ну честно говоря, чтобы не забивать голову, дальше я бы ничего не трогал. Ну разве что вот тут можете посмотреть, какие есть горячие клавиши. Их много, тут есть поиск. Горячие клавиши сильно упрощают жизнь. Теперь, что касается системы. Конфигурация. Можно, конечно, уменьшить объем оперативки для DaVinci, но зачем? Дальше здесь есть настройки графического процессора. Можете посмотреть пару получасовых видео, как тут все важно и что тут нужно выбрать, и как добиться чуда. Но, по-моему, самые большие чудеса происходят с настройкой авто. Главное, чтобы он карту вашу увидел. Дальше Media Storage. Медиахранилище. Я еще раз советую все хранить в одном месте, в одной папке. Так что добавляйте сюда папку. Точнее находите ту, что вы задали в настройках автосохранения. И туда же направляете все медиа. То есть это кэш, оптимизированное видео и так далее. Соответственно, когда вы здесь ее найдете, ту, что стоит по умолчанию, нужно удалить. Я удалю ту, что только что создал. Как будто бы она здесь была. И дальше... Да тоже, наверное, все. Теперь вот к этим настройкам. Здесь уже лежат настройки по конкретному проекту, то есть текущему. Их тоже очень много. Если будет желание, разберитесь. Многое здесь помогает жить, но не так сильно, чтобы сейчас тратить на это время. Но в Master Settings тут можно выставить формат оптимизированных видео поменьше. Про оптимизировать видео я расскажу, наверное, уже в следующий раз. Ну и... Да ничего, кажется, больше не надо. Ну как довесок, раз уж мы здесь, давайте покажу, как устанавливать луты. Это для цветокоррекции. Я думаю, многие про них слышали. Вещь нужная, но не все знают, как их установить. А это очень просто. Вот тут есть Open Loot Folder. Открываете и просто закидываете папку с лутами, которые скачали где-нибудь. Потом нажимаете на Update Lists и DaVinci подхватит ваши луты. Ну и все. Напоследок тоже в качестве бонуса о том, как, собственно, восстанавливать автосейвы. Задача, кстати, нетривиальная. У DaVinci все нетривиально. Вот у вас слетела программа. Вы кидаетесь к автосейву. И где же его искать? Тут столько закладок, господи, где же автосейв? Неужели все пропало? Нет. Но искать его надо не здесь, а в окне проектов. И даже не просто в окне проектов. Если вы нажмете правую кнопку мыши, вы тут его не найдете. А искать его нужно, нажав правую кнопку мыши на проекте, по которому вы ищите автосейв. И вот тут уже в закладке Project Backups и собраны все автосейвы. Аккуратно рассортированные. И каждый из них вы можете выделить. Нажать на Load. Даже можете его переименовать. И открыть в монтажной программе DaVinci Resolve. Вот такие чудеса-секреты. Ближайший скринкаст, который выйдет на следующей неделе, также будет про DaVinci. Поэтому следите за анонсами. А для этого подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.